Прекрасная Анетта сегодня с нами. Вопросы от слушателей, которые вы можете задавать на сайт radioromantika.ru Отправляйте их туда, а мы их уже отрисуем Анете. Собственно, приступаем прямо сейчас. Оксана, 27 лет, нам пишет. Здравствуйте, Анетта! Помогите, пожалуйста, разобраться в себе. У меня часто происходит такое ощущение, что на меня обращают внимание мужчины, в скобочках, в плане того, что им понравилось. Приходится даже отпускать взгляд, когда прохожу мимо кого, кто так меня смущает с друзьями мужа, то же самое. Вот это вот уже опасно. Может, я себя накручиваю, спрашивает Оксана, которая уже 8 лет в браке. Ну, Оксана, я думаю, что не столько накручиваете, сколь действительно, если у вас есть ощущение, что мужчины обращают на вас внимание, то, во-первых, они действительно обращают на вас внимание, а во-вторых, вы, по всей видимости, сами на них обращаете внимание. Абсолютно с тобой согласен. Да, то есть есть у вас... Не без повода это всё. ...определённый интерес. Причём, смотрите, это не означает, что вы с ними заигрываете, флиртуете или каким-то образом подаёте им какие-то знаки. Но в глубине вашей психики есть эта потребность взаимодействия с мужчинами. И есть вот эта потребность нравиться, и есть интерес к противоположному полу. Но так как, скорее всего, да, вот эта ваша глубинная потребность, она блокируется внутренними запретами, потому что существуют определённые запреты, что так как вы замужем, это неприлично, так как это друзья мужа, это невозможно. То есть вот определённое количество запретов, которые у вас в вашем внутреннем пространстве, так называемое ваше сверх-я, да, то есть которое хранит в себе вот эти запреты, ценности, правила, вот оно как бы не позволяет вам осознавать ваш интерес к мужчинам и вытесняет этот интерес. Но он всё равно вот таким образом через проекцию вы его чувствуете. Вы чувствуете, что мужчины на вас обращают внимание. А они бессознательно чувствуют, что они вам интересны, потому что мужчины в любом случае обращают внимание на тех женщин, которые им внешне привлекательны. Но также очень важный фактор. Мужчины всегда реагируют на тех женщин, которым мужчины интересны. И это иногда бывает как раз в этом весь секрет, когда может быть такая очень красивая женщина, но при этом она не понимает, почему к ней не подходит и не знакомится. Да потому что она сконцентрирована сама на себе, потому что она, например, будучи очень красивой, не в контакте со своей женственностью, а будучи притягательной, прекрасной, замечательной, она реализует мужские стратегии, и она продолжает, например, пытается заполучить вот эту любовь своего отца, чтобы быть не хуже там брата, не хуже мальчика. И вот в этом смысле она может быть невероятно внешне красива, но вот этой энергии, манкости у неё, например, мужчины не будут этого чувствовать, они будут чувствовать конкуренцию, они будут сжиматься, отходить, может быть, восхищаться её внешностью. А вот женщина, у которой есть совершенно очевидный контакт со своей женской частью, и у неё есть интерес к мужчинам, она для мужчин становится очень видимой, очень притягательной. Поэтому я думаю, что вот здесь, ну если про вас говорить, то я думаю, что внутри вас вот это вот есть желание, интерес каких-то взаимодействий, каких-то контактов с мужчиной. Пусть этот контакт просто касание глазами. Но поймав это своё собственное желание, вы испытываете чувство стыда, потому что ваше сверхъя говорит, что так нельзя, ты замужем. И поэтому возникает смущение, и вы как бы, в общем-то, прячетесь. Вот так. Наверное, это, ну, в какой-то степени такая турбулентная зона вашего брака. Да, но на вопрос мы ответили. Вы не накручиваете. Нет, не накручиваете. Более того, это ваша собственная вытесненная, такой вытесненный интерес к противоположному полу, к тому, чтобы нравиться. И друзьям мужа тут тоже возникает вопрос, потому что там будет какой-то определенный друг мужа больше, чем все остальные. Личная территория с Анеттой Орловой. Ольга, 49 лет. Следующий вопрос. Добрый день, Анетта. Научите, пожалуйста, сейчас соберитесь, друзья, потому что это целая история, нужно услушиваться и понимать, что происходит там вообще. В целом, чтобы потом разбираться. Добрый день, Анетта. Научите, пожалуйста, стучаться до дочери. Ей 30 лет, она была замужем. После расставания с мужем осталась прекрасная внучка. Развод случился по инициативе моей дочки. Она эмоциональная, принимает решения моментальные, не всегда правильные. Будучи замужем, никогда не работала, но все имела. Супруг обеспечивал. На данный момент она живет у подруги вместе с внучкой. К нам не переезжает, не хочет контроля. Дочь не работает и не стремится. Бывший супруг не отказывает в помощи ребенку и продолжает выпивать. Тут не отказывает или не оказывает, вот я не могу понять. Просто по такой причине продолжает выпивать. Значит, дочка не работает и не стремится, и продолжает выпивать. А, да, да. То есть это дочка. Это дочка. Здесь скобка. Бывший супруг не отказывает в помощи ребенку, а дочь не работает и продолжает выпивать. На данный момент мы контролируем ее звонками, звоним на дню по несколько раз. Опять же, в скобочках территориально дочка и внучка находятся в другом городе. Иногда приезжаем, привозим продукты, уговариваем, намекаем. Иногда требуем принять каких-либо действий, но она как будто не хочет взрослеть. Вечно в телефоне, вечно на эмоциях, всегда все знает и пьет от плохой жизни. Грустно говорить, но иногда кажется, что она не понимает, что мы хотим донести. Мы не требуем нашего шаблона жизни, всегда давали право выбора. Наши страхи и опасения за тот неверный путь, который она выбрала, всегда в приоритете ребенок, если он у тебя есть, а не алкоголь и телефон. Ответственность. Решил расстаться с мужем, научить зарабатывать на жизнь. Но кажется, что сознание ее замерло во время замужества, и она перестала развиваться. Вся душа сгнила. Вся душа сгнила, имеется в виду у мамы, из-за этих переживаний. Да. Правильно я понимаю, что не про дочку, а про себя она в конце говорит. Да. Да и у дочки, видимо, с душой не все в порядке. Ну, здесь сложный вопрос, и здесь, к сожалению, ответа нет. Вопрос какой? Наверное, это так больше... Научите, пожалуйста, достучаться до дочери. Вот вопрос, это даже не вопрос, а просьба. И мне хотелось бы спросить у тебя, Аннет, вот здесь есть фраза. Не всегда давали право выбора. Не это ли привело к тому, что мы сейчас имеем? И это тоже может быть. И это тоже может быть. На самом деле, можно никогда не давать право выбора, и будет так же, а можно всегда давать право выбора, и будет так же. А может быть, тебе нужна какая-то золотая середина? Конечно, именно так. Потому что вот это... Хорошо, что ты это приметил, как раз прям... Дело в том, что если ребенок растет, и у него абсолютно нет никаких вот этих вот границ, вот что можно, а что нельзя, что он должен сделать, за что он несет ответственность, вот если этого нет, если он не чувствует границ, то мы имеем дело с пограничным человеком. А многие же сейчас именно в таком русле и воспитывают своих детей. Ну, не совсем. Одно дело, когда ребенок очень маленький, и ему все позволяется, там очень важно, чтобы не была подавлена исследовательская функция. Я говорю сейчас о подростках, которые уже 13-14 лет. Нет, если у подростка все можно, то это значит, что мы имеем дело с гипоопекой. Вот как гиперопека плохо, человек не может совершать выборы. Гипоопека, то есть недостаточная опека, это тоже плохо, потому что обычно гипоопеку устанавливают те родители, которые хотят заниматься своей жизнью. Им удобно, они где-то вычитали, что надо детям давать свободу полную, и дальше они используют вот эти вырванные фразы откуда-то для того, чтобы не включаться в проблемы подростка. Где вычитали? У нас сейчас во всем инстаграме все за свободу. Важно, что подростковый возраст, это возраст, когда устанавливается идентичность ребенка вновь и вновь. Действительно, в подростковом возрасте самое главное для ребенка это мнение его сверстников, то есть его референтная группа. Да, действительно, от родителей происходит отдаление, потому что ребенку надо от них отдалиться, но при этом он еще хрупкий и очень нуждается в том, чтобы родители, они все равно находились вот где-то недалеко. Определенные правила, они должны быть, запретов не должно быть много, но они должны быть четкие. Если родители нагружают подростка тем, что он все должен решать сам и не формирует определенных границ, вот этих вот поручней, это как буйки, когда мы на пляж выходим, это как флажок, когда мы красный, зеленый, желтый, когда вот мы идем купаться, волны, то у подростка, ну и не только у подростка, у ребенка не формируется границ, он не знает вот этих запретов. В итоге, в перспективе, да, мы будем иметь пограничника, то есть человека с пограничным расстройством личности и не только, а социальным. Разное может быть, может и не быть, но это в том случае, если ребенок сам такой, знаете. Теперь, вот в этой ситуации, когда все можно, часто вырастает человек, у которого потребительская установка. Вот он считает, что ему все должны. И дальше вот эта рентная установка, она начинает самого человека разъедать. Почему? Потому что я хочу, чтобы мне все делали, но я сама не готова. И получается, что мы имеем дело с инфантильным складом характера. А что такое инфантильный, детский склад характера? Детский склад характера подразумевает, что либо ребенок с инфантильностью проявляется в абсолютном послушании, неспособности делать выборы, полностью такое уязвимое, удобное поведение для всех. И тогда это получается, что такой человек, который под всех подстраивается, либо ребенок может войти в режим совсем другой, вот в тот, в который вошла дочка. Такого импульсивного, такого разрушительного ребенка, который швыряет в свои машинки и все вокруг рушит. Вот в данном случае здесь вот слышится, что дочка, она стал... Там еще, смотри, там родители давали свободу, потом вышла замуж, муж все делал, обеспечивал. В итоге вот мы что получили. Пьющую дочь, пьющего человека, пьющую мать. И сейчас она считает, что опять кто-то должен за нее решать эти проблемы. Ответственность, она сама ребенок, она никак не может повзрослеть, поэтому взять ответственное за своего ребенка ей очень сложно, потому что у инфантильного человека главный глагол это хочу. Там вот этого надо, должен, там нет, могу, там главное хочу. Вот если я хочу сидеть в телефоне, если я хочу жить у подруги, если я хочу заниматься, то я так и буду. Как достучаться? Ну вот тут с этим сложнее. Почему? Потому что здесь надо искать способы, где дочка сама проявляет к ним интерес. В каких ситуациях дочка сама есть какой-то, от нее какое-то, какое-то, ну, движение. Здесь ругать, здесь обвинять по всей видимости бесполезно, потому что она замыкается. Минимум какой-то у нее есть, который, который обеспечивает бывший муж, и ей нужна свобода. Я думаю, что она не услышит сейчас родителей. Вот мое мнение такое, что нужно просто принять тот факт, что может быть предлагать ей как-то, в общем-то, больше времени проводиться с внучкой. Может быть, вот этот момент какой-то, подумать, как с ней быть ближе. Это очень сложный вопрос. Я вам сейчас не дам никакого конкретного ответа, потому что ее все устраивает, а вас абсолютно не устраивает. И получается, что когда вы пытаетесь что-то достучаться, вы ей даете отрицательные посылы. Вы ее как бы нагружаете, вы как бы ее критикуете, что вы начинаете хотеть от нее то, что она не хочет. А она привыкла всю жизнь делать только то, что она хочет. И она считает, что все равно мир должен крутиться вокруг нее. Естественно, что ей с этим сложно. Я думаю, что, наверное, разговоры, может быть, вы дадите прослушать наш эфир, потому что действительно, если она не станет взрослеть и не возьмет ответственность за себя сама, то через некоторое время ресурсы, которые сейчас у нее есть, они будут уменьшаться, и муж изменится, будет меньше возможностей, и у вас будет меньше. То есть ситуация такая, что если она сейчас не начнет преобразовывать внешний мир под себя и не начнет взрослеть, через некоторое время у нее ресурсов будет меньше. И уже сейчас ей плохо, уже сейчас она недовольна своей жизнью. Поэтому ей нужно к людям выходить в жизнь. Ну, дайте ей эфир прослушать, может быть, что-то ей отзовется. Личная территория с Аннетой Орловой. Венера, 41 год, пишет. Добрый день, Анетта, подскажите, пожалуйста, что делать, если еле терпишь свою работу? Каждый день хочется уволиться, каждый день как будто часть души умирает. Но другого источника дохода нет. Сын 20 лет не хочет идти работать ни в какую. Смотри, какая у нас сегодня история про детей, которые не хотят работать, не хотят слушаться. К этому мы еще вернемся сегодня. Пока вот этот вопрос. Ну, я думаю, что Венера здесь надо попробовать вообще разобраться, начать с себя. Начать с себя, что вот вам 41 год, то есть это абсолютно вообще о чем можно говорить. Вот сейчас поколение, которое... Рассвет. Да, сейчас это рассвет, потому что мы понимаем, что человек, которым сегодня вот которому сейчас 20 лет, он будет менять профессию в жизни ну 3-4 раза. То есть вот это будет, это будет необходимо, потому что профессии быстро развиваются, быстро перестают быть актуальными. Человек, которому сейчас 40 лет, он имеет все ресурсы для того, чтобы что-то поменять профессиональный. Более того, человек, которому сейчас 50-55, тоже есть возможности менять профессию и осваивать что-то новое. Вы как бы сейчас говорите, что еле терпишь свою работу... Только не идите в астрологи, пожалуйста. Ну я к тому, что... Слушай... Сейчас вот включаешь, открываешь инстаграм, вот огромное количество астрологов. Нет, гораздо больше сейчас психологов. Причем такую ахинею принесут. Слушай, а вчера разговаривала с астрологом здесь в эфире, немножко абстрагируемся сейчас по поводу того, что как человек становится астрологом. Ну да. Есть какая-то программа, которая покупает она. Да, да. И, соответственно, вот там вроде как-то все есть. Ну так же становятся психологами. Я говорю на... Не, подожди. Я говорю, на астролога учиться? Вроде как бы да. Хотя астрология-то не наук, понятное дело. Астрология, да, астрология нет. Она говорит, что астролог это обязательно должен быть психолог. Психолог также может стать астрологом. Вот как это? Ну, грустно. Особенно сейчас прикольно, когда раньше, когда в телевизор приглашали всех, все разные специальности, можно было, чтобы было написано экстрасенс, астролог, психолог, нумеролог, нутрициолог и все остальное. Да. Сейчас более жесткий сенс. И все, кто были психоастрологами, астропсихологами, какими-то там еще, не поймите, они все сейчас просто пишутся психологами. Это наша боль, понимаешь? Потому что когда... Ваша боль, это, конечно, психолога, профессиональная психолога. Астролог, он, на самом деле, даже если человек, который обращается к астрологу, он обращается в ситуацию, когда ему нужна какая-то фигура большая, которая что-то там предскажет, но каждый человек все-таки адекватный, он понимает, что это все-таки всего лишь прогноз. Гораздо страшнее. Человек нормально понимает, что это все мракобесие, честно говоря. Это уже второй вопрос. Да. Не будем как бы интереса людей. Теперь второй момент. Когда человек идет к психологу, вот тут страшнее, вот там он надеется, что там системно, профессионально, и там человек, который может помочь в сложных ситуациях. А там встречает его астролог. Да. А там встречает его, да, астролог или кто-то, кто три месяца где-то посидел около каких-то лекций. и вот это страшно. Почему? Потому что обычно это очень, чем банальные, банальные простые вещи ты рассказываешь, тем больше у тебя будет охват. Это естественно, потому что людям проще это понимать, им это нравится, они в этом могут участвовать. И получается, что непрофессиональные люди очень быстро завоевывают аудиторию, а дальше люди туда идут, и там большие проблемы. Поэтому это отдельная больная тема. А еще и платят деньги за это. Окей, а теперь возвращаемся. Возвращаемся к нашему вопросу. Возвращаемся к нашему вопросу. Я думаю, что начинать надо с себя. Терпишь свою работу, еле. Хочется уволиться, как будто часть души умирает. Вот, пожалуйста, Венера, подумайте о том, почему вы сами себя предаете. Не надо за сына сейчас цепляться, что он не хочет работать. Не надо говорить про то, что если бы он работал, то вы бы ушли бы. Это все понятно. Это понятно. Но по жизни подумайте, каким образом вы устраиваете сами себе самодепривацию. Это отдельная большая тема. Я напишу пост на эту тему в Инстаграм. Самодепривация – это самоограничительное поведение человека, который не может получить удовольствие, который сам себе выбирает тяжелую работу, который сам себе выбирает эмоциональные страдания. Потому что в его детском опыте этого было много. И он не понял, что это депривация. Это в силу определенных родительских установок. Он не сообразил, что это депривация. Он так привык жить. И он всю свою жизнь живет в этом режиме, когда он терпит, когда у него душа умирает, когда он сам себя ограничивает. Такие люди забывают поесть, такие люди никогда ничего не выбирают, а соглашаются на то, что у них есть. Такие люди думают о ком-то. Такие люди очень часто сами себе не дают ничего. Вот, пожалуйста, подумайте, а может быть, вам тоже все-таки решится хотя бы прикоснуться к тому, а что вы хотите делать? Вот получается, что вы сейчас своим нежеланием идти на работу, своей нелюбовью к работе и своим самоуничижением себя программируете вашего сына на то, чтобы он тоже не хотел идти работать. Потому что, глядя на вашу печаль вселенскую, на вашу нелюбовь к работе... Сын думает, да нафиг мне эта работа нужна. Да нафиг такая работа мне нужна. Если вы про работу каждый раз говорите как о каком-то последнем пути, понимаете, то и сын будет так. А попробуйте из страдания, из этого невозможного состояния начать что-то делать с удовольствием. И тогда у вашего ребенка тоже появится возможность на кого-то ориентироваться. Вот я слышу так. Начинать с себя. Продолжаем отвечать на вопросы слушателей с Анной Тарловой, психологом. Здравствуйте. Как объяснить ребенку 10 лет о границах в отношении к взрослым? Он считает, что у взрослых нет авторитета по праву раннего, чем у него рождения. Опыт взрослых для него не интересен. Он хочет получать свой жизненный опыт. Не уважает учителей. Это при всем при том, что дитю всего 10. Мало очень информации. Очень мало. Когда вы задаете вопрос, может быть, вы сейчас слушаете, так как вы в WhatsApp, может быть, чуть-чуть расскажите о семье вашей. Ирина. Ирина зовут. Ирина, да. Расскажите, пожалуйста, о том, как себя ведет отец. Насколько отец уважает вас. Насколько в семье вообще принято разговоры, когда кто-то поступает по телевизору, когда вы кого-то видите там. Насколько вы сами, ну, так скажем, высказываетесь по поводу того, что, в общем-то, кругом все дураки. Это очень важный момент, потому что мы часто не замечаем, что особенно отцовская фигура, особенно, или если отец, например, так настраивает сына, потому что очень часто бывает... Полная семья, написала Ирина, все друг друга уважают. Полная семья, все друг друга уважают. У него есть старший брат или младший? У нас сейчас телемост такой, радиомост. Ну, это хорошо, что, Ирина, видите, молодец какая. Значит, здесь какой важный момент. Когда пришла четвертая информационная революция, то есть то, что сейчас происходит, действительно очень сильно сместились вот эти точки влияния. И если раньше передача опыта шла через родителей, то сейчас ребенок опыт получает, ну, так жизнь устроена, через гаджеты очень много. И метод тайпы назовел, там все получил. И на этой почве формируется у ребенка ощущение, что вся информация, которую он может получить, она ему доступна и без родителей. А там-то учителей навалом. Да. Второй важный момент. Вообще-то, ну так, по-честному, если посмотреть, его формулировка очень верная. Когда он говорит, мне так понравилась его формулировка, то, что человек старше меня по рождению, по дате рождения, это еще не означает, что я должен ему подчиняться. Мне кажется, что это очень здоровая формулировка, и ее не надо отвергать. У него есть старший брат, ему 23 года. Ага. Тоже интересно, какие там отношения. Ну, большая разница. Очень большая разница. 23 года и 10-13 лет. Да, вот тоже у него, мне кажется... А вот как на это смотрит старший брат, посмотреть? Вот как он воспринимает, что он говорит? Потому что ощущение, что парень очень классный. Ощущение, что он говорит такой, знаете, бравада такая, как будто раннего подросткового возраста. Он в 10 уже вошел в подростковый возраст. Вот я считаю, что крайне вредно, когда нас учили так, что если взрослый человек или если он старше тебя, то он всегда прав. Я считаю, что это крайне плохо, крайне враждебно, потому что среди взрослых людей в тот период было достаточно людей, которые наносили сильные психологические травмы детям, и при этом... Ну, а разве родитель не пререкаемый авторитет для ребенка? Вот тут вопрос. Родитель может быть авторитетом, а может и не быть им. Поэтому только по праву взрослого это не работает и не должно работать. Есть еще другое право. Например, право того, что родитель обеспечивает ребенку его образ жизни. Обеспечивает ему, то есть родитель инвестирует свой жизненный ресурс для того, чтобы у ребенка была качественная жизнь. И об этом надо говорить и проговаривать. И в семье есть у каждого свои функции и обязательства. И если родитель обязан обеспечить своему ребенку покупку учебников, покупку формы, питания, то ребенок, в свою очередь, должен обеспечить уважение к родительскому статусу. То есть нужно проговаривать... Так мы видим, его нет. Так нужно проговаривать это. И следующий момент. Точно так же, вот когда у меня сын, я помню, вел себя плохо. Вообще он в первый день похода в школу разбил там какой-то шкаф. В первый день, 1 сентября. И мы уже... Папа регулярно ходит, у нас что-то там должен чинить. И когда мы столкнулись с этим, он плохо себя ведет. Вот у него... Трудно ему сидеть 45 минут. И я его посадила и стала подробно объяснять, что... Понимаешь, в чем дело? Учитель, это... Он как бы... Это очень сложная профессия. Вот посмотри, я преподаю. Посмотри, сколько у меня учеников. И как бы я очень подробно объясняю, что тот человек, который будет мешать ее процессу, он будет вызывать гнев и раздражение. В итоге у тебя будет формироваться позиция, при которой к тебе будут придираться. В итоге у тебя будет нелюбовь к этим предметам. В итоге ситуация будет... То есть я сажусь, начинаю рисовать, как это происходит. Коммуникативный процесс объясняю. И если мой ребенок, например, приходит и говорит, ко мне придрались или там она не умная, то я не говорю, что учитель всегда прав. Я начинаю разбираться. И если есть у меня возможность отстоять образ учителя, не разрушая при этом собственный образ, я всегда это делаю. Но если учитель действительно неправ, я поддерживаю ребенка, но объясняю, что если ты сейчас будешь резко отвергать и доказывать, то ты будешь сталкиваться с противостоянием. А ты понимаешь, что ребенок прав, а учитель неправ только со слов ребенка, или ты общаешься после этого с учителем? Именно на конкретную ситуацию. По-разному, по-разному. Я же все-таки психолог, я очень быстро понимаю, когда учитель стопроцентно прав, когда спорно, а когда это личные отношения. И если я чувствую личные отношения, то я аккуратненько захожу в чат и просто аккуратненько, очень вежливо пишу вопрос учителю. Скажите, пожалуйста, на чем основывалась оценка вот этой конкретной работы? Я это делаю очень аккуратно, но естественно, что такой вопрос от родителей вызывает некую дискомфорт у педагога. В следующий раз, когда я открываю тетрадь, я вижу, что, например, каждый запятой по истории педагог не протирается, или по литературе там, потому что это немножко другое. Но я знаю своего ребенка, и я точно знаю, что он может вызвать раздражение, потому что он будет, например, там, ну, с кем-то там играться. И я объясняю, и более того, я всегда благодарна, и я много, я объясняю своим учителям, и, например, я всегда говорю, что то, что вы делаете для наших детей, это бесценно. И я знаю, что у меня ребенок непростой. Давайте будем вместе, вместе с этим. И педагог знает, что если какой-то косяк, который он может сделать, она сразу мне пишет. Я сразу пишу, принято, будем исправляться. 50% я исправить ничего не могу. Дальше опять. Но то, что я это принимаю, поддерживаю, это снижает раздражение учителя. С ребенком разговариваю. Но я не хочу, чтобы мой сын считал, что каждый взрослый человек всегда прав. Ну, не хочу. Потому что потом, таким образом, воспитывается человек, который боится сказать слово начальнику. Ну, начальник же, он выше по должности и старше по возрасту. Все, родительская фигура, которой нужно подчиниться и все делать так, как он хочет. Поэтому баланс должен быть. Ответственность есть, обязательства есть. Один раз ко мне дочка пришла и говорит, так, я хотела тебе сказать, а нам сегодня был урок, что если родители наказывают своего ребенка, то у нас есть телефон, куда можно звонить. Я говорю, доченька, расскажи, как часто тебя наказывают? Она такая села, ну, вообще-то, я помню, как ты меня отшлепала в Болгарии. Я говорю, это был какой год? Ну, этот был 2016-й. Я говорю, слушай, у тебя счастливое детство, если тебя отшлепали один раз в 2016-м году, а сейчас на дворе 2020-й. И я говорю, так, что вы должны делать? Мы должны, вот мы можем... Я говорю, отлично. Я говорю, поэтому, как только ты хочешь, ты идешь и жалуешься. Она говорит, а что будет дальше? Я говорю, а дальше, говорю, мы посмотрим, вот что будет, то будет. Говорит, ты идешь, ты выносишь туда, я буду согласна с тем, что будет происходить дальше. Мама, а вдруг меня у тебя заберут? Я говорю, ну, все может быть, ну, попробуй. Ну, заберут, и что? Ты будешь жить в прекрасном месте, без родителей, которые в 2016-м году тебя отшлепали. В свое удовольствие. В свое удовольствие. Мама, а там же как будет? Я говорю, ну, будет нормально, неплохо будет. Она посмотрела, что я не ведусь, я не пугаюсь, я не пытаюсь как-то ужас-ужас, не надо. Я говорю, слушай, говорю, ну, в любой семье всякое бывает, поэтому, говорю, это уже твое личное дело. Но то, что у детей есть такая возможность, я считаю, что это хорошо. Потому что одно дело, когда тебя в 2016-м году отшлепали, а другое дело, я помню, в свои школьные годы, когда у нас были дети в классе, родители, которых избивали их за четверку. Ну, конечно, здорово, если сейчас есть возможность пойти и пожаловаться. Я только за в этом случае. Понимаете, потому что это рабство у родителей тоже ужасно. Я до сих пор помню там в нюансах этих детей, чьи отцы самоутверждались за счет своих собственных детей. Ну, да. Такая ситуация, конечно. Здесь, кстати, написали нам по поводу того, что старший сын очень успешный, он является дипломатом. Вот. По натуре. Дипломат, миротворец. По своей натуре, да-да-да. Дипломат, миротворец. Никогда не будет провоцировать конфликт. Ну, великолепно. Обрадуйтесь, пожалуйста. Обрадуйтесь, пожалуйста, что ваш младший сын такой офигенно крутой. Что, бунтарь? Он не бунтарь. Он просто ярко выраженно проявляет мужские стратегии поведения. Ну, а то, что он не уважает учителей? Слушайте, не уважает учителей, это формулировка родителей, которые жутко переживают. Формулировка учителей. Берем ребенка, идем вместе с ним, если уж очень хочется разобраться, к психологу, к детскому психологу, к подростковому психологу. И вместе разбираемся. Но я-то не слышу здесь никакой катастрофы. А может быть, идем к учителю, которого он не уважает, и вместе с вдвоем разговариваем? Можно понять. И посмотрим, раскроем всю ситуацию. Нет, мальчик очень умный. Мальчик очень... Я вот, честно говоря, не вижу, что он умный. Может быть, просто мама так сформулировала вопрос... А я вижу, что мальчик умный. Напишите, пожалуйста, у него способности к усвоению, какие именно интеллектуальные? Если... То есть там два варианта. Нет, умный там умный. Я имею в виду, воспитанный ли... Это разные вещи. Да. Если он очень умный, или если, наоборот, совсем не способный, тогда это может быть. Что-то должно быть из этого. Потому что, если мальчик очень умный, то у него на все должно быть логическое обоснование. А и он все... Знаете, сколько мой сын сейчас дома демагогирует? Это жесть. Чего делает? Демагог. Ну, он там рассуждает. Я говорю, слушай, ну, не до такой же степени. Я сама люблю философию, но не до такой же степени. И знаешь еще, что может быть? Нет ли зависимости игровой? Потому что, если есть игровая зависимость, то можете перечеркнуть все, что я говорила. Мальчик отличник пишет нам. Ну, что тогда вы хотите? Горе от ума. Ну, что вы тогда хотите? Мальчик знает предметы лучше, чем учителя. Доброте учите. Его нужно учить доброте. С добротой там что-то такое. И пусть старший брат тоже повлияет как-то. Тем более, если он дипломат такой хороший по натуре. Ценностям добра надо учить. Что-то такое. Родитель очень добрый, он считает это слабость. Влияние брата огромное влияние на самом деле. Прекратно. Огромное влияние. Там нужно учить что-то про доброту. Вот я так слышу. Он очень конкурентный, и он оценивает людей исключительно по интеллекту. И тогда он всех будет обесценивать. Правильно вы беспокоитесь. Правильно. Это перфекционизм. У меня на эту тему синдром отличника в Инстаграм есть. Материалы. Посмотрите, пожалуйста. Мы продолжаем отвечать на вопросы. Слушатели. Ильяна Тарлова, психолог с нами. Ольга пишет нам 30 лет. Добрый день. Прошлые выходные перебирала шкаф с одеждой. Больше половины не ношу уже более двух лет. Выбросить отдать почему-то жалко. Хотя умом понимаю, что эти вещи больше никогда не наденусь. Чем связана эта привязанность к ненужным вещам и как с ней бороться? Примечание. Там есть повседневное платье, которое купила мама, но я его одел только раз. Мучает совесть, что мама позаботилась, подарила это платье, а я его только раз одела, и сейчас она идет на выбросы. Ну, я думаю, что, Оля, здесь как бы предметы, вещи, которые у вас там, одежда, она у вас наполнена большим количеством ассоциаций. И когда вы берете какую-то вещь, начинаете решать, выбросить или оставить, то вот этот вот эмоциональный мир, он начинает очень сильно оживать. И тогда получается, что вот эти вещи, они как бы часть вас, часть вашего эмоционального мира, часть вашего опыта. И когда вам нужно выбросить, получается, что вы как бы должны попрощаться с частью вот себя. И тогда вам становится жалко. И как раз вы сейчас нам это как раз показали, что вот когда платье я только один раз одела, а вот это вот я ходила там с подружкой встречалась, а вот тут мне сделали там три комплимента, а в этом я выглядела великолепно. То есть вы наполняете вещи большим количеством значений. И вот эти, понятно, понятно, что вот эти связи ассоциативные, они будут, что там много эмоций. Но если все на свете сохранять, в общем-то для новых-то эмоций, для новых связей не будет пространства. Попробуйте просто поблагодарить эти вещи за то, что они были, оставить себе те эмоции, которые вы накопили, но освободить место для нового опыта. Вот иногда люди не могут выбрасывать вещи, в первую очередь потому, что у них колоссальные вещи, для них являются таким защитным механизмом. То есть как будто бы большое количество вещей, которых сохраняют, спасают от каких-то дефицитов. И это, как бы даже, знаете, такое немножко биологическое такая наша природа. И если, например, у предков была большая нехватка, то вот этот полный шкаф, например, на бессознательном уровне, он необходим для того, чтобы чувствовать себя спокойно. Это может касаться и еды, это может касаться и несъедобных вещей. Поэтому такой момент тоже может быть. Ну и третий вариант тоже возможен, что если вы вообще все время сомневаетесь, и тогда, когда вам нужно сделать какой-то шаг, более четкий и жесткий, вот такой структурный, вам становится страшновато. Попробуйте не торопить себя, попробуйте по одной хотя бы вещи раз в неделю удалять, для того, чтобы появилось что-то новенькое. И обязательно скажите спасибо тому жизненному опыту, который у вас был с этой вещью связан, и сохраните его. Спасибо, мы тебе говорим, Анет, за то, что ты сегодня провела нам такой прекрасный ликбез и, собственно, ответила на все вопросы слушателей, которые мы успели озвучить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова